Полгода назад на месте будущего МФЦ стояло заброшенное здание. Сначала работ уже демонтировали кровлю, межкомнатные перегородки, полы и проводку. Сейчас идут отделочные работы и обшивают фасад здания. На ремонт здания было выделено 15,5 миллионов средств республиканского бюджета. И мало того, 11 миллионов для начинки здания. Все сделано по последнему слову техники, разделены потоки. И я считаю, что для жителей микрорайона Заречный, Сокол, аэропорт, вообще Левого берега это будет удобно, комфортно и замечательно. Наша задача повышать доступность государственных услуг для населения. И есть определенные нормативы, чтобы МФЦ люди долго не сидели в очередях. Для этого мы должны создавать, конечно, больше рабочих мест. Здесь у нас на левом бережье, в общем-то, сами знаете, оторваны от центра города. И транспортные потоки тоже за это, в общем-то. И, конечно, приблизить надо было обслуживание к жителям. Ремонтные работы тут начались 10 дней назад. Заброшенное здание строители планируют привести в порядок всего за полтора месяца. То есть создать его подрядная организация должна уже к 31 августа. Но, как отметил Игорь Шутенков, главное не скорость, а качество. Срок, конечно, короткий, но успеем. Успеваем? Ну, смотрите, так нам качество самое главное. Так что, если даже что-то задерживать, лучше качественно, чем быстро, но некачественно. Договорились? Договорились. Многофункциональный центр жителей Бурвода и Левобережья просили не один раз. Ездить на Ключевскую далеко. Мы жители отдаленного района, Заречный. И достаточно даже проблема добраться до МФЦ. Там определенное количество времени подождать и снова вернуться домой. Это очень затруднительно. И начиналось все с того, что мы обращались к депутатам к нашим сначала с просьбой. На всех буквально встречах с депутатами мы озвучивали вот этот вопрос. Помогите нам. И как отрадно, посмотрите, времени прошло совсем немного. И этот вопрос был решен положительно. Для большего удобства перенесли и конечную остановку нескольких маршрутов. Теперь она находится прямо напротив будущего МФЦ. Позаботились и о маломобильных гражданах. Из-за крутой лестницы было принято решение оборудовать не пандус, а подъемник. Помимо этого облагородит прилегающую территорию. Появятся зеленые насаждения и автомобильная парковка. Валерия Каратуева, Евгений Павлов. Новости дня.